с вами руки в ноги channel перед нами леонардо погнали вот мы и доехали до дома прямо на выходе из метро очень удобно народа много в принципе ожидаемо м и и совместно и и и и и и и и Стоишь такой, стоишь, оборачиваешься, а тут такая красота. Чтобы попасть в самую главную достопримечательность, нужно пройти определенный досмотр, купить билетик. Все тут расписано, все просто. Хотите на террасу, хотите так. Отстоять огромную очередь, что, конечно, дело не из самых приятных. Мне кажется, что сейчас уже не такой большой сезон, и очередь еще не такая большая. Но все равно стоять в очереди мало приятного. Вот и навряд ли мы это будем делать. А, тут еще и с языками нельзя. Сегодня мы не пойдем туда. Да и в принципе, я думаю, мне хватит того, что я увижу здесь. Девушка предлагает зайти в собор за пять минут, без очередей. Но, видимо, у них есть какие-то свои подвязки. Собор периодически реставрируется. Вот, поскольку, конечно же, такую красоту надо содержать в порядке. Это все надо обязательно видеть своими глазами, потому что навряд ли какое-либо фото, сделанное профессионалом или нет, передаст все то, что находится здесь. Господа полицейские следят за порядком. Их довольно-таки много. Посмотрим, что почем. Магнитики и все такое. Дело сделано. Нашу коллекцию пополнит Италия. Не сказать, что, ну, дорогие, как бы, да, но понятно, что в центре подороже, 2,50 значок. Ну, если у вас такие же огромные цели, как у меня, по поводу значков, то это того стоит. Конечно, если ваша цель в Милане Шопинг, то Милан вас ни в коем случае не разочарует. Тиффани и всевозможные другие бренды, которые здесь есть, удовлетворят вкусы, ну, наверное, самого изысканного. Здесь даже двери открывают вам и улыбаются очень широко. Главное, купите. Насчет цен не будем про Тиффани много рассказывать. По одной простой причине. Снять они там навряд ли что-то дадут. Вот. Но ценник соответствует бренду. Потому что за бренд мы платим все. Есть открыточки, все что угодно. Мне кажется, они на почте будут намного дешевле. Главное, покладать, что она... Один магнитик за 4 евро покупать, 3 за 10. Мне кажется, это слишком. Ну, что сказать. Куманодума. И ценник соответствующий. Это знаменитые галереи. Самые ярые шипоголики, такие как эти парни слева. И эти парни слева стремятся посетить, конечно же, это место. Потому что все самые... Самые сливки шопинга, они здесь. Если размер вашего кощерка вам позволяет, то без проблем. Прада. Улыбит он чуть вдалеке. Версачи. Все это, конечно, стоит того, чтобы увидеть. Особенно этого мужика. Дветочку, заперпеть свои губки. Конечно же, свадебное фото. О чем речь. Здесь, конечно, безумно красиво, но и безумно дорого. Джорджи, Джорджи, Армани, Гуччи. И здесь для вас тоже открывают дверь. Прямо передо мной слева и справа стоят ребята, которые предлагают так самую называемую очень часто уловку в Европе, например, когда предлагают бесплатно веревочки. Вот слева он стоит и справа. Он бесплатно вам их дарит. Вот. А как только вы ее возьмете, он попросит плату. То есть, это известная штука. Он говорит, что фри, что это бесплатно. На самом деле, все это ерунда. Вот. Как только вы повезетесь на это, он сразу же у вас попросит оплату. Так. Есть очень много уловок, но это одна из них. Вот. Здесь тоже все по 4 евро. Эти магнитики меня прикалывают. Веселее. Ну, ну, серьезно, брать по 4 евро дороговато. Например, в Европе бывает, что человек якобы забывает кошелек или... забывает фотоаппарат или еще что-нибудь. Вот. Как только вы его возьмете, то к вам может подойти какой-нибудь товарищ, попросить поделиться этими деньгами или сказать, что это мой фотоаппарат и, значит, что-то требовать. Если лежит, то пускай лежит, то, ну, просто не трогайте его. И все будет хорошо. Уловка, конечно, с кошельком. Она стара, как мир. Есть еще такие уловки. Да. И к вам подходят, фотографируются. Говорят, давайте сфоткаемся, а потом просят деньги за фотографию. Либо просят удалить, либо даже не просят удалить, а сразу просят денег. И ничего не срабатывает. Спорить с ними можно долго, но если вы фотографировать действительно не хотите, то бесплатное сфер только мы шо. Передо мной задумчивый Леонардо. Тот самый да Винчи. Догатывался ли ты, что через огромное количество лет того будут называть черепашек ниндзя? Кват его, конечно, сложно переоценить в то, что он сделал и в те изобретения, которые остались благодаря ему. Великий человек. Костюмы на мотороллере. Почему вы, да? Небольшими, маленькими закалочками. Сейчас я доберусь до замка Бонасфорца. Внутренний дворик там красивый. Я снимаю, меня снимают, камера, да? Вверху деревья растут, но вероятно там очень красивые и классные террасы. Но это не передать, это надо просто посмотреть в сторону. Иногда кажется, что ты знаешь ограниченное количество языков или совсем один. Итальянский вовсе, не то чтобы английский. Но то же самое. Грация, бонжорно, уно, дос, трео, кватро. И еще несколько словечек. И вот ты уже почти что коренной итальянец. Только надо немножко это все вспомнить. В таких вот старых городах Европы, когда у тебя квартира находится в одном из таких домов, окна уходят в окна соседу, ты ешь суп и машешь ему рукой. Ну, мне всегда это прикалывало тем, что ограниченное какое-то количество пространства. Но кажется, что его необычно мало. И как же вообще, в принципе, здесь можно жить? Однако, то пространство, которое дают, например, внутренние дворики, оно порой это компенсирует. Но, конечно, элитное жильео, его стоимость. Это уже другой вопрос. Привет, привет. Тебе по сигналю. Такое на что-то. Милан и правда небольшой город, я бы сказал. Тут от дома, кажется, до Бонасфорца немножко надо пройтись. Или даже множко. А по карте так смотришь, прошелся и уже практически рядом. Огромное количество мотороллеров. В принципе, то, что я заметил вчера, мне прям бросалось в глаза, это в той же Варшаве, что огромное количество велосипедистов, те, кто пересаживаются на малогабаритный транспорт, потому что в городе сложно поставить машину, особенно, если это город небольшой. Очень много автомобилей Smart, марки Smart, мотороллеров, велосипедов. И никого это не смущает. Необходимо за нее платить налог, необходимо ее куда-то ставить, поставить тот же самый велосипед. Или мопед, мотороллер гораздо проще. И никаких проблем. Конечно, не может не радовать тот факт, что при таком количестве домов и такой плотности здесь все-таки есть зеленые закоулочки, такие, ну, большие действительно деревья. Вот, и что муниципалитет города уделяет этому должное внимание, их не срубают, они есть, причем не высыхают. И, ну, это действительно здорово, потому что, если ты живешь на такой улице, и здесь постоянная движуха, то эти деревья, они буквально щит для тебя и спасение. Ну, здесь уже магнитики по 2 евро, а не по 4. Заметная разница, я бы сказал. Стоит только отойти чуть дальше от центра. Причем-то именно этот магнитик меня покорил, как будто он отображает огромное количество искусства, красоты. Всего того, на что душа радуется. Необычно. Ну, вот мы добрались до самого Косфорца. Бонус Форца.